Значит, у нас сегодня план на сегодня состоит из двух частей. Первая часть – это договорить немножко про то, что мы не договорили в прошлый раз, когда говорили о машинном переводе. И во время второй части вы, наверное, немножко поймете приколы про улицу Сезам и прочее, потому что мы начнем говорить про современные модели всякие. Собственно, сегодня мы начнем делать уже более интересные вещи, чем были до этого, по крайней мере, более интересные мне. Хорошо. Значит, остаток того, что мы не успели договорить в прошлый раз – это метрики качества в машинном переводе. Вы помните, что задача машинного перевода, в принципе, формулируется следующим образом, что у нас есть некий X на исходном языке, и мы должны переделать его в некоторый Y на целевом языке. И, значит, мы обучаемся по параллельным данным, где у нас есть X и Y с крышкой, но это, допустим, наши правильные ответы. Значит, вопрос. То есть не вопрос. Во-первых, утверждение, что параллельный корпус, естественно, мы можем разбить на тестовую, трейновую и деввыборки. И, соответственно, на каждой выборке, особенно на отладочной и на тестовой, мы можем оценивать качество модели машинного перевода. То есть у нас есть какой-то золотой Y и какой-то Y, который выход в модели. И мы хотим каким-то образом сравнивать качество Y с крышкой, с Y. Соответственно, в стандартном машинном обучении, в стандартных задачах, где у нас ответ – это какая-то метка, мы используем разные меры качества. Будь то, сейчас меня учил Соколов, доля правильных ошибок, точность, полнота, эфмера, magic correlation coefficient и все остальные штуки, которые вы все хорошо знаете, рок-авук и все на свете. Как вы думаете, что мы можем сделать здесь? Вот Y с крышкой Y – это два предложения. На одной из них, вот это Y с крышкой, это золотое предложение. То есть это то, как надо было перевести Y. Y обычный – это то, что выдала модель машинного перевода. Как мы будем сравнивать эти два предложения между собой? Сравнивать нам их надо, потому что иначе мы не оценим качество модели машинного перевода. Приложения, пожалуйста, выдвините какие-нибудь. Ну, самая банальная, самая простая. Кажется, что можно просто загрузить на Толоку два вот этих приложения и покоить либо в шкале, насколько близко одно к другому. Условно, если они совпали, прям в кружку, то поставил 10. Вот, и таким образом, то с помощью Яндекс.Толоки я определённо… Давайте будем говорить краудсорсинг, потому что, ну, Яндекс.Толок – это не единственный инструмент. Ну, конечно. Единственное, доступный нам, наверное, но правильнее говорить тогда краудсорсинговая платформа какая-то. Ну, то есть, в целом, конечно, да, я согласна. Просто я хотела напомнить, что есть ещё миллион других и турок какой-нибудь механический. Да, супер. Ваше решение, оно абсолютно корректное, правильное и прочее. Есть одна очень большая проблема, даже две. Это очень долго и очень дорого. Но это, конечно, идеальное решение в том плане, что как люди нам качество никто не оценит. Но если мы выбираем между, не знаю, разными гиперпараметрами модели, согласитесь, что там каждый раз закидывать это всё в живых людей – это просто супердорого. Ну, плюс на это уходит какое-то время. Если мы обычным машинам обучения можем посчитать accuracy, и это моментально, то здесь мы не можем так быстро посчитать. Но, да, решение валидное, хорошее и на самом деле нужное, потому что после всех автоматических мер, про которые мы сейчас поговорим, естественно, проверка людьми всегда будет полезна. Так, простите, я не знаю, как прочитать ваш ник, но, наверное, нет. Говорит в чате – посчитать дистанцию между какими-нибудь векторами, представлениями предложений. Хорошо. Да, тоже валидный способ. Проблема в том, что, а, нам нужна модель эмбейдингов, а если мы переводим на какой-нибудь экзотический язык, её может не быть, но это надумано. Б, этот способ не учитывает какие-нибудь баги в синтаксисе, скорее всего, то есть в каком-нибудь согласовании чего-то с чем-то. В, наверное, есть ещё какие-то штуки. Ну, то есть, да, В, что у нас получается, что есть какая-то прокси-модель, и наша оценка зависит от этой прокси-модели. То есть у нас становится больше проблем, чем хотелось бы иметь. Но тоже это делается, считают расстояния косинусные между разными предложениями и т.д. На самом деле я удивлена, что никто из вас не говорит, давайте просто посчитаем какой-то intersection over union, то есть сколько общих слов в игреке и, в общем, вот такую штуку. Можно было бы самое тривиальное посчитать, просто сколько слов из игрек с крышкой попало в игрек, и сколько слов вообще одновременно в игрек с крышкой игреки, то есть сколько у них общих слов. И доля общих слов, в принципе, была бы уже неплохой оценкой. Тимофей предлагает посчитать точность по токенам. Наверное, как-нибудь работает только для языков со строгим синтаксисом. Ну вот, это именно то, о чем я сейчас говорю, что более такие кендовые, надежные способы, как Тимофей отмечает, это считать точность по токенам и полноту по токенам. Вот, ну, там вот то, что я сейчас написала, это примерно куда-то в этом направлении. И это будет работать не только для языков со строгим синтаксисом, сейчас мы увидим как. Значит, вот тут слайд обзорный, где я перечисляю, что можно сделать. Ну и, естественно, первое, о чем я говорю, это то же самое, что первое, что вы предложили, это провести экспертную оценку. Но у нас эксперты, это могут быть струнники крылосорсинговой платформы. Про плюсы и минусы этого решения мы уже поговорили. Давайте это пропустим. Значит, основная идея, что все-таки, если у нас есть параллельный корпус и у нас есть золотой стандарт, мы можем как-то сравнивать, насколько выход модели похож на золотой стандарт. Для... Это я сейчас все пролистаю. Вот. Основная метрика, которая здесь используется для сравнения с золотым стандартом, называется... Я никогда не знаю, как правильно произносить, то ли «блео», то ли «блё». Ну, в общем, кажется, что «блё». Называется она Bilingual Evaluation Understudy. Это некоторая метрика, которая учит нас, как считать точность и полноту на уровне токенов. Значит, смотрите, что мы делаем. У нас есть две версии приложения. У нас есть output системы, то есть выход, то есть тот выход, который сделала система, и есть золотой стандарт. Значит, мы говорим, давайте мы зададим некоторое N. Это некий гиперпараметр. Обычно он от одного до четырех. Здесь опечатка не три, четыре, а один, четыре. И посмотрим на... Вот Александр читает как «блю». Ну, тут проблема в том, что... В общем, я не знаю, на каком языке надо это читать. По-немецкин, в реале, должно быть вроде бы как «блё». Вот. На русском, если читать то, как мы видим, как «блё», в общем. Мне привычнее говорить «блё», но я могу ошибаться. Надеюсь, мы друг друга просто будем понимать, когда я так буду говорить. Короче, вернемся к тому, что это такое. Значит, мы говорим, что мы сдаем некой N. N – это то, какие N-граммы мы будем рассматривать. То есть каково N в N-граммах. Мы будем смотреть на N-граммы от одного до четырех. И для каждой N-граммы будем оценивать точность. То есть для каждой N-граммы из золотого ответа, из золотого стандарта мы будем оценивать точность. То есть попала ли она в выход системы или нет. Присутствует ли она в ответе модели. Допустим, мы посчитаем таким образом точности для тех N-грамм. То есть мы проверим, для каждой N-граммы входит она в золотой. Для каждой N-граммы из золотого стандарта мы проверим, входит ли она в выход системы или нет. Проверили, получили счетчики для точности. Если она должна была входить несколько раз, то эти счетчики будут больше единицы. И, значит, после этого мы можем посчитать среднее геометрическое для точности. Проблема здесь возникнет с тем, что чем длиннее выход модели машинного перевода, тем больше будет вот этот скорк, который средней геометрической точности. Поэтому вводится дополнительный штраф за краткость, который поощряет более краткие ответы. Соответственно, поощряет более краткие ответы или менее краткие? В общем, вводится дополнительный штраф. Сейчас я пойму, если MT больше, если MT-output больше. Да, он, значит, нам будет хорошо, если наш ответ будет меньше, подлиннее или не сильно меньше. Сейчас я зависну. Да, в общем, нам будет плохо, если модель машинного перевода выдает слишком длинные последовательности. Поэтому мы вводим штраф за краткость и умножаем скорк, который средней геометрической точности на значение штрафа за краткость. Сейчас мы на примере посмотрим, как это все считается. Вот у нас есть некоторая цитата, вот золотой стандарт ее перевода и вот две модели машинного перевода, которые генерировали разные переводы. Мы хотим понять, какая из моделей машинного перевода сработала лучше. Значит, сначала мы посмотрим на уровне униграм, то есть точность на уровне униграм, сколько последовательности длины 1 совпадает в выходах системы с золотым стандартом. Вот смотрите, все, что отмечено красненьким здесь или фиолетовым, не знаю, что это цвет, фиолетовым, да, то не совпадает с золотым стандартом. Например, МТ1 выдает слово «помните», в золотом стандарте написано «помни», соответственно, это слово не совпадает и вот оно выделено как несовпадающее. Вот, то есть мы сейчас будем считать точности для одного слова, точность на уровне единички для первой модели машинного перевода будет 5 девятых, потому что 5 слов из 9 совпало с золотым стандартом, точность для биграм совпала с… то есть точно для биграм будет 3 восьмых, потому что 3 биграма из 8 совпадает и так далее. Понятно ли вам сейчас, как эти числа были посчитаны? Есть какие-то вопросы? Хорошо. Значит, если все понятно, последний здесь шаг – это посчитать точность штрафа за краткость. Здесь он будет единичкой. И, соответственно, итоговая оценка будет 0.33. То же самое проделаем для второй модели машинного перевода. Увидим, что у нее оценка… Штраф за краткость – это минимум из единицы длины выхода машинного перевода на длину исходного предложения. Значит, давайте посмотрим, как это посчиталось. Длина машинного, длина золотого стандарта у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 слов. Длина первого перевода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть здесь у нас в первом случае минимум между единицей и 9-ю восьмыми. Единицы меньше, чем 9-ю восьмых, соответственно, штраф за краткость единицы. Если бы у нас был очень короткий ответ, например, 5-9, то был бы 5-9. То есть если вернуться к вопросу, зачем нужен штраф за краткость, штраф за краткость подощряет баланс по длине между выходом модели и системой машинного перевода. Между выходом модели и золотым стандартом. Соответственно, чем выше BLUE, тем лучше. Здесь у нас получается, что вторая модель работает лучше. То есть та модель, которая сгенерировала вот это дело. В итоге, как мы получили BLUE, мы посчитали средние геометрические вот этих всех точностей и умножили на штраф за краткость, то есть на единицу. Точности считались на уровне, соответственно, N-грамм, B-грамм, 3-грамм и 4-грамм. То есть сколько, например, B-грамм из перевода входит в золотой стандарт. Все понятно. Странно, что называется штрафом, когда чем он больше, тем лучше. Ну, он штрафует за то, вот тоже я что-то залипла в этот момент, но он штрафует за те ситуации, когда, значит, смотрите, у нас чем больше геометрическая вот эта, чем больше скор, тем лучше. Соответственно, штраф штрафует, штраф уменьшает скор, если длина выхода модели меньше, чем золотой стандарт. То есть как раз модель оказывается слишком краткой, и за это модель штрафует. За это мы получаем штраф и уменьшаем скор, который состоит из произведения BPE-скора. Так что вроде бы он как раз работает как штраф за краткость. Какие проблемы есть в БЛЁО? Основная проблема, которая есть в БЛЁО, заключается в чем? Мы понимаем, что это та метрика, на которую мы в основном ориентируемся, когда оцениваем качество модели машинного перевода. Эта метрика недифференцируема, то есть мы не оптимизируем ее, когда мы обучаем модель машинного перевода. Получается несколько парадоксальная ситуация. Мы, с одной стороны, оцениваем качество по одной метрике, с другой стороны, мы оптимизируем кросс-энтропию, когда обучаем модель машинного перевода. Первый недостаток. Второй недостаток. Ну, мы здесь тоже, как всегда, не учитываем синонимы. То есть БЛЁО – это мера из того времени, когда еще не было имбиддингов и всякого такого, и синонимы мы не умели учитывать. Сейчас есть адаптации БЛЁО с учетом синонимов. Мы их тоже когда-нибудь увидим, но тем не менее БЛЁО продолжает быть основной метрикой при оценке машинного перевода, потому что она хорошая. То, что она хорошая, мы знаем, каким образом. Мы вернемся, чтобы объяснить себе, что БЛЁО – хороший метрик, мы вернемся к идее оценки на краудсорсинге машинного перевода и будем представлять себе, что действительно краудсорсеры ставят какие-то оценочки от 0 до 10 за каждый перевод, за каждую пару. И оказывается, что БЛЁО хорошо коррелирует с такими человеческими оценками. То есть, в принципе, БЛЁО воспроизводит то, что выдают люди на краудсорсинговых платформах. Значит, если это так, то мы можем БЛЁО доверять. Поэтому БЛЁО мы можем использовать для качества, но тем не менее остается вот эта проблема с тем, что БЛЁО, прямо скажем, недифференцируемо. Также для N равно 1, говорит Тимофей, 3, 2 красных токена. Соответственно, по идее, должно быть 6 девятых и 8 десятых. Или оно как-то не так считается. Значит, сколько токенов из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Сколько токенов из выхода модели попало в золотой стандарт? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Возможно, что-то неправильно подсчитано. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 девятых должно быть похоже. Да, это потому что Тимофей еще говорит правильно, а я считать не умею. И 8 десятых, да. Простите. Да, Саша пишет, что каждый раз в счете на квизах падает. Ну да, дело непростое. Блёй я вас не заставлю руками считать. Я заставлю вас его запускать из какой-нибудь стандартной библиотеки, а там уже дело нагло, как в запускании стандартных библиотек, это полегче, чем арифметика. Вернемся, значит, к идее о том, что Блёй недифференцируемый. Блёй недифференцируемый. Да, тут тоже опечатка. Значит, Блёй недифференцируемый. Соответственно, возникают идеи, что можно использовать методы обучения с подкреплением для того, чтобы оптимизировать Блёй напрямую. Об этом мы говорить не будем, по крайней мере, сейчас, но надо знать, что такое тоже бывает. С тем же самым мы сталкиваемся в любой задаче, где надо уметь что-то генерировать, уметь генерировать какие-то тексты. Везде используются какие-то метрики, похожие на Блёй. Вы их тоже увидите со временем. Есть метрика, которая называется РУЖ, Метеор и всякие такие. И вот эти все метрики, они недифференцируемые. Соответственно, всюду возникает идея, что давайте мы привлечем обучение с подкреплением. Окей, обсудили. Есть ли у вас сейчас тут какие-то вопросы? Там еще УН равно 3, где МТ2, кажется, 4 восьмых. Ну, это да. Давайте мы не будем сейчас все пересчитывать. Ну, спасибо большое. Не здесь, не здесь. Не УН2 МТ1, а УН3 МТ2. Так. Можно заново? Здесь 6 девятых, здесь 8 десятых. Здесь 6 девятых. И что еще? Снизу 4 восьмых. Зачем обучение с подкреплением, спрашивает Саша, почему не приблизить какой-нибудь функции? Вы так на МО делали. Ну, видимо, потому что БЛО плохо приближается к какими-то функциями. Да, там есть тоже такие работы, где пытаются сделать машину, ну, какую-то нейросеть, которая будет подсказывать для пар предложений БЛО для них. И, соответственно, использовать такую штуку в качестве, оптимизировать через эту штуку. Это тоже некое новое альтернативное направление исследований, но, в общем-то, и reinforcement learning тут часто пытаются прикрутить. Это все исследовательские направления, поэтому тут сказать, что одно лучше другого или одно разумнее, чем другое, сложно. Это дело вкуса, кому что интересно. Так, значит, следующая идея, которая нам сейчас с вами очень понадобится во всей оставшейся нашей жизни. Следующая идея заключается вот в чем. Значит, если мы с вами делаем модель машинного обучения, которая обучается на словах, у нее есть вот этот выход в декодере, который задает софтмакс-распределение по всему словарю. Я думаю, что эта идея вам уже знакома и понятна. Тут, значит, возникает проблема в том, что вот этот вот словарь, он нас полностью ограничивает. Если возникает какое-то новое слово, которого в словаре не было по каким-то причинам, нам надо, например, в обучающих данных возникло новое слово, нам надо полностью переучивать заново весь этот софтмакс-слой, потому что у нас закрытый словарь. Соответственно, добавление нового слова требует полностью переобучения всей этой архитектуры. Мы уже с вами говорили о том, что, в принципе, мы можем побороть эти проблемы добавления специальных токенов UNG, которые отвечают за слова, которые мы не знаем, но это, конечно, немножко проблема будет, если мы на практике захотим использовать модель, которую выдает UNG, например, показываем это дело пользователю. Альтернативный подход к этой проблеме заключается в том, что вместо того, чтобы обучаться на словах, мы будем обучать модель на символах. То есть это модель, которая работает не со словами, а с последовательностью символов. То есть раньше мы говорили, что у нас есть имбеддинги слов, есть слова и имбеддинги слов, то сейчас у нас будут символы. Символы – это значит буквы, символы пунктуации, цифры и, соответственно, имбеддинги этих символов. Символов вообще в большинстве языков не очень много. Там где-то количество символов в алфавите плюс какое-то количество символов пунктуации, но если мы не говорим про китайский, например. И там, где есть алфавит, то символов будет не очень много, поэтому словарь будет маленьким, во-первых. А во-вторых, из последовательности символов мы сможем сгенерировать совершенно любое слово. Здесь нарисован вариант, в котором мы рассматриваем слово «университет» как последовательность символов, обрабатываем его с помощью какой-то нейронной сети. Ну, допустим, здесь трансформер или рекуррентная нейронная сеть. И на выходе из этой сети получаем имбеддинг для слова, обработав слово само по себе, по символам. То есть мы добавим в ту архитектуру, с которой мы работаем, дополнительные подсети, которые сначала будут получать вектора слов за счет того, что будут обрабатывать слова по символам. Сейчас я это все пропущу и долистаю до вот этого дела. С этим подходом будут некоторые проблемы, потому что обучение на символах, как правило, будет очень-очень медленным, потому что надо много раз показать разные последовательности нейронной сети, чтобы она хоть что-то запомнила. И, кроме того, экспериментально показано, что просто обучение, скажем, перевод по символам работает довольно паршиво, просто будет низкое качество. Поэтому это не очень хорошая идея, но эта идея, в принципе, борется с тем, что у нас есть слова, которых мы не знаем. И тут возникает трейдов между тем, какая из этих проблем хуже, какая из этих проблем лучше. То есть либо мы какие-то слова не знаем, либо у нас качество не очень высокое. И компромиссное решение – это работать не на уровне слов и не на уровне символов, а где-то посередине. Посередине, по идее, мы бы хотели жить на уровне морфем. Морфема – это всякие приставки, корни, суффиксы, окончания и прочее. То есть какие-то осмысленные кусочки слов, на которые слова можно разделить. Но тут тоже есть некоторые проблемы, что на самом деле деление на морфема – это отдельная задача, которая тоже не всегда хорошо решается. В общем, мы будем делить слова на кусочки с помощью неких более вычислительных алгоритмов, более статистических алгоритмов, чем просто деление на морфемы. И здесь возникает идея, которая называется грандиозно, но на самом деле она достаточно простая. Простая она называется попарное битовое кодирование. По-английски – BPE Byte Pair Encoding. Слышали ли вы когда-нибудь такие слова? Ну вот. Да, некоторые слышали. Наверное, те, кто слышали, согласятся с тем, что слова – это очень важные. Собственно, сейчас мы с вами поймем, что это такое. И забегая вперед, скажу, что, в принципе, все современные модели и все, с чем мы будем сталкиваться с вами дальше, все эти модели будут использовать BPE-токенизацию, так или иначе, или некие аналоги BPE-токенизации. В общем, то, что мы сейчас увидим с вами, это очень-очень важная штука. И она не очень сложная. Значит, опять же, в чем заключается идея? Возьмем, как всегда, какой-нибудь большой-большой корпус. Ну, все ту же Википедию. Посчитаем, сколько там у нас уникальных пар символов. Ну, допустим, самая часто встречающаяся пара символов в русском языке, это сейчас будет, скорее всего, даже правда, это T и мягкий знак. Значит, допустим, мы скажем, что раз эта пара символов всегда встречается рядом, очень часто встречается рядом, мы можем заменить ее на какой-то отдельный… Ну, то есть мы можем сказать, что это просто отдельный символ. Мы склеили две буквы и сказали, вот это наш новый символ. Значит, они всегда встречаются рядом. Это одна операция объединения. Сейчас, простите. Дальше пересчитаем все заново. Посчитаем теперь, какие после объединения этих двух символов в один, какая у нас следующая самая часто встречающаяся пара символов. И найдем такую самую часто встречающуюся пару символов, заменим ее на новый символ и проведем такое фиксированное количество таких операций. В результате у нас вылезут символы типа «ить», «ить», «ий», «что», «где» и так далее. Сейчас будет пример. Вот, например, несколько итераций алгоритма BPE. Я заведомо взяла какое-то длинное слово, чтобы вы видели, как оно меняется. Значит, если у нас… Мы находимся сейчас на нулевой итерации алгоритма BPE. Каждый символ, каждая буква у нас отдельный символ. Соответственно, слово «грезоблаженствующий» состоит из какого-то количества уникальных букв. Значит, пусть мы провели тысячу операций объединения пар символов. После тысячи наш словарь видоизменился, и слово «грезоблаженствующий» превратилось вот в такой набор символов вместо уникальных букв. То есть у нас, например, появился символ «ству», символ «ющу», символ «ла» и так далее. Это те последовательности букв, которые очень часто встречаются. Так у нас же пара символов, а тут вроде как больше, чем пара. Правильно. Вот сначала мы объединили, например, st. Потом мы посчитали, сколько раз… st – это новый символ. Значит, дальше мы считаем, сколько раз у нас встречаются все пара символов. Значит, мы можем к st приклеить v, потому что st – это символ. То есть мы как бы сначала у нас символы – это буквы, а потом символы – это пары букв. Соответственно, мы можем наращивать размер вот этих «инграмм». Поехали. Значит, если мы три тысячи проведем, то вы видите, что у нас уже вылезет характерный… Три тысячи операций объединения. Характерный символ ющи. Это я не из главы придумала, это есть модели, где разное количество объединений проделано. Соответственно, просто разный список вот этих «инграмм». И просто я посчитала в разной модели токенизации, сколько разных токенов будет. Ну и вот, продолжая эти манипуляции, мы видим, что чем больше количество объединений проделано, тем длиннее становятся символы, и в конце концов, после двух тысяч операций, слово «исходное» делится на четыре части. Вот, Саша спрашивает раз, в сколько итераций происходит объединение. Одно объединение равно одной итерации, то есть здесь произошло 200 тысяч объединений. Здесь, соответственно, тысяча объединений. Помните, мы когда-то с вами обсуждали, что такое фасттекст. В фасттексте мы считали расстояние между словами как между множествами «инграмм» длины от трех до пяти. Вот здесь примерно такая же логика. Мы считаем, мы находим часто встречающиеся «инграммы», и теперь мы будем говорить, что элемент нашего словаря – это какая-то «инграмма». В фасттексте у нас было зафиксировано «инграмма», оно изменялось от трех до пяти. Здесь у нас «ин» как бы мягкое, и оно определяется тем, сколько раз мы провели объединение. То есть это, в принципе, развитие идеи разбиения слова на символьные «инграммы», но только здесь «ин» не будет детерминированным. Саша спрашивает, а для тысячи итераций немало ли было объединений? Но объединения делаются на большом корпусе, поэтому то, что мы видим здесь сейчас для этого примера, который на самом деле содержит довольно редкие сочетания букв, нормально, мне кажется. Но главное, что здесь видно, что вот эти вот характерные морфологические штуки, типа «ствую», «ющий», они объединились. И вы видите, что когда операции стало еще больше, то вот этот вот суффикс, суффикс, в принципе, он выделился просто в отдельный символ. Вот, соответственно, сейчас тут есть еще симпатичная картинка. У нас могут быть модели на уровне символов, это левая часть этой картинки, модели на уровне слов. И вот здесь модель с BPE токенизации, то есть слово разбивается на частые символьные энграммы. Ну и вы видите здесь, что просто показано, сколько имбеддингов нам нужно в каждой модели. Здесь вот каждым прямоугольничком, это просто айдишник имбеддинга. Что, скажем, для четырех слов в модели на уровне слов нам надо четыре эмбеддинга в четыре разных вектора. В BPE модели у нас эмбеддинги будут повторяться, например, «ы здесь» и «ы здесь» — это один и тот же эмбеддинг. Соответственно, «ее здесь» и «ее здесь» — это тоже один и тот же эмбеддинг. И, соответственно, такие штуки, как всегда, хорошо работают для морфологически богатых языков, потому что они хорошо улавливают морфологию. То есть, когда мы строим модель машинного перевода на уровне, то есть, когда мы делаем модель машинного перевода с BPE токенизацией, все работает точно так же, как в переводе по словам, только теперь вместо слова «веселый» у нас будет два токена, соответственно, два эмбеддинга. Все понятно. И, значит, после того, как появилась BPE токенизация, про модели на уровне слов практически перестали делать, потому что BPE токенизация — это такая лучшая из двух миров. У нас, с одной стороны, есть довольно осмысленные кусочки слов, с другой стороны, мы практически… То есть, мы вообще любое слово можем представить в BPE-модели. То есть, у нас нет проблем и слов, которых мы не знаем. Мы всегда можем разложить слово на какую-то такую последовательность символов, которые есть в BPE-словаре. Понятно? Вот такой вот вопрос. Вот если мы хотим посмотреть, какой эмбеддинг лучше, то я должен буду посчитать все, а потом с помощью BLEU метрики в итоге сравнить? Да. То есть, просто эмбеддинги никакой метрики не могут сравнить? Нет. Нет, если вы хотите проверить, но сами по себе эмбеддинги абстрактного качества не умеют. Если вы хотите проверить, какая из этих модель эмбеддингов или модель представления слов на каком уровне, если говорить правильнее, лучше работает для машинного перевода, вам что надо взять? Вам надо взять одну какую-то стандартную архитектуру, например, какой-то трансформер. И обучить его на уровне символов, на уровне слов и с BPE-представлением. И посмотреть на тестовом множестве по BLEU, что будет работать лучше. То есть, это такая стриндик оценка, внешняя оценка качества, когда мы ничего не понимаем про непосредственные эмбеддинги, но подставляем их в некоторую внешнюю модель. Так. Если есть еще какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Если нет, то дальше я у вас в наушене, у меня в наушене должна быть некоторая подборочка ссылок, по которым мы сейчас с вами пойдем. У меня есть слайды про все то, что я хочу рассказывать, но ссылки на самом деле красивее, там оформление лучше, поэтому, когда сами захотите с тем же самым познакомиться, используйте что душе угодно, но, в общем, здесь будет красивее, у других людей будет красивее. Значит, сейчас мы с вами договорили о том, что мы не успели договорить про машинный перевод и переезжаем на новую идею. Значит, новая идея заключается в чем? Мы много говорили с вами про разные модели представления слов, посмотрели, как их можно использовать в моделях машинного перевода, посмотрели, как их можно использовать в языковых моделях, ну и так далее. Собственно, теперь мы поговорим про так называемые контекстуализированные модели представления. Они же, как они еще называются, трансформеры, они же биртоиды, они же и прочее, и же с ними. Значит, это модели, которые обучаются как языковые модели, то есть они обучаются предсказывать следующее слово, они не используются для того, что, то есть они не обучаются решать какую-то целевую задачу. И оказалось, что если мы обучаем какие-то такие модели, как языковую модель, нам очень удобно потом эту языковую модель использовать вместо Word2Vec. То есть мы обучаем вот эту входную базу для всех последующих задач отдельно в качестве языковой модели. Раньше мы обучали Word2Vec, а теперь мы обучаем какую-то отдельную сеть. И эту сеть мы теперь используем в качестве входов в любую задачу. Значит, почему мы говорим об этом прямо сейчас? Потому что основной прорыв в этой области был достигнут за счет архитектуры трансформер. Вот мы с вами в предыдущий раз поговорили о том, что такое трансформер для машинного перевода, а оказалось, что мы можем еще использовать трансформер в качестве вот такой модели, которая будет служить базой для последующих моделей. Соответственно, та штука, о которой я сейчас говорю, вот этот такой мегатрансформер, она называется Beard. Собственно, сейчас мы с этим всем делом и будем знакомиться. Значит, здесь такая картинка, которая объясняет, что концептуально происходит, когда мы хотим использовать Beard. Мы обучаем модель как языковую модель. Здесь вы видите внизу объектив, что мы обучаем эту модель языковому моделированию на очень большом количестве неразмеченных текстов. Мы обучаем модель предсказывать слово, а дальше вот у нас получается какая-то обученная модель, это желтая вот эта коробочка. Это первая часть истории. Вторая часть истории заключается в том, что мы эту модель используем для решения какой-то целевой задачи. Например, здесь нарисована задача классификации спама. Это значит, что как она теперь решается. Мы показываем Beard, модели Beard, какой-то текст. Эта модель Beard делает нам какое-то векторное представление этого текста. Это векторное представление мы подаем на входу классификатору, который решает обычную задачу, то есть он решает обычную задачу бинарной классификации. Присказывает спам или не спам. В принципе, совершенно валидная аналогия с Word2Vec. То есть раньше мы брали предобученные вектора и подавали их в какую-то модель классификации. Теперь мы будем брать предобученную модель и будем ее подавать на вход к какому-то алгоритму классификации. Beard сам по себе действительно выдает несколько разных видов имбеддингов. Вы дальше увидите, какие. В принципе, Beard можно называть как контекстуализированная модель имбеддингов. На вход Beard получает BPE-токены, и внутри Beard на нулевом слое, соответственно, обучаются имбеддинги BPE-токенов. А на выходе получаются более умные имбеддинги. Сейчас мы увидим, что там находится внутри. Значит, Берт, давайте я спрошу, есть ли кто-то, кто не понимает, почему у Берта такое выражение лица? Почему это вот эта желтая фигня? Так, Саша не понимает, кроме Саши. Ну, потому что Сезам Стрит — это такой детский мультик. Да. Ну и не мультик, а детское шоу. Вот, Берт — это вот этот вот желтый чувак в полосатой футболке. Эрни — это тоже тьфут Эрни. Элма — это вот эта красная штука такая, красная с целиком, с оранжевым носом. Вот, первая модель того класса, о котором мы сейчас говорим, называлась Элма. А дальше понеслась, и все модели в этом духе и этого назначения стали называть именами персонажей из «Улицы Сезам» практически. Вот, то есть Берт — это вот этот персонаж «Улицы Сезам». Еще, когда мы говорим о моделях такого типа, мы часто говорим о переносе обучения. То есть мы предобучаем модель на одной задаче и дообучаем ее на какой-то другой задаче. У нас здесь предобучение — это языковое моделирование, и непосредственно дообучение под целевую задачу. И в нашем случае это фильтрация спама. Вот, то есть мы переносим как бы за счет того, что переиспользуем одну модель, мы как бы переносим обучение между задачами. Когда дообучают Берт, Саша, может происходить совершенно разные вещи. Могут дообучать все слои, могут заморозить и обучать только слои классификатора, могут делать последовательное размораживание слов, слоев сверху вниз с разными весами. Это все технические штуки, допустимо, все что угодно. Ну, поехали. Нам теперь надо познакомиться с Бертом и компанией в больших деталях. Значит, чтобы тоже вы понимали, как мы раньше скачивали модели Word2Vec предобученные и редко обучали их сами, точно так же мы скачиваем предобученные модели Берт. То есть Берт — это вот некий дамп весов, который вы можете скачать из специального репозитория моделей. Берт сделан, вот те дампы, которые появились первые, они сделаны в публике и выпущены в двух вариантах. Называется Берт-бейс и Берт-ларч. Соответственно, Берт-бейс — это модель поменьше, Берт-ларч — это модель побольше. В Берт-бейс 12 слоев трансформеров, в Берт-ларч их 24. И, соответственно, у них разные размерности. У Берт-бейс — 768, у Берт-ларч — 1024. Если вы помните, что такое модель трансформер, мы говорили, что в ней есть два вида блоков — энкодер-блоки и декодер-блоки. У них внутри разное количество механизмов внимания, в энкодер-блоке один механизм внимания. Соответственно, Берт состоит полностью… Архитектура Берт — это полностью та же самая архитектура, что в энкодере, в кодировщике трансформера, но только тут немножко другое количество слоев. Здесь в исходной модели было 8, здесь 12. И другая размерность. Там было 512, здесь 768. Ну, вы видите, здесь то же самое еще написано, что 12 слоев вместо 6 в исходной модели протрансформера. В общем, это не так важно. Важно, что в Берт-бейсе 12 слоев, размерность у него 768. Это у Берт-бейс. Вот, в принципе, как выглядят входы и выходы модели. Значит, Берт-бейс мы на вход можем подать 512 БПЕ-токенов. То есть, если у нас есть какой-то входной текст, мы сначала с помощью специального Берт-токенизатора разбиваем входную последовательность на такие подтокены, очень похожие на БПЕ-токены. В принципе, можно считать, что Берт-токенизация и БПЕ-токенизация — это одно и то же. Немножко разные алгоритмы, но это вот прям не имеет особого значения. Важна суть, что, в принципе, Берт работает не с целыми словами, а с фрагментами слов. Значит, мы берем предложение, разделяем его на фрагменты слов и подаем его в модель Берт. Здесь вы сейчас видите на картинке, что самый первый токен имеет метку CLS. Видите, да? Это некая особенность этой модели. Мы обязательно должны в начало каждого входа прилепить специальный управляющий CLS-токен. Этот токен для чего нам нужен? Вот когда мы пропустим весь текст через модель, что мы получим? Мы получим, как вы помните из архитектуры Трансформер, какое-то векторное представление для каждого элемента входной последовательности. Соответственно, считается... Простите, пожалуйста. Считается, что для каждого слова, для каждого, точнее, фрагмента под словом из модели Берт получим свой выход и, соответственно, свой имбиддинг. А в CLS-эмбиддинг, то есть в имбиддинг первого входного элемента, будет упакована информация о всем предложении. Например, когда мы будем на эту модель навешивать классификатор, например, тот же классификатор, спам или не спам, то мы будем навешивать его на выход номер один. То есть мы будем забирать CLS-эмбиддинг размерности 768 и подавать его на некоторый полнозвязный слой. Ну, допустим, размеры 768 на 2, потому что у нас входной вектор имеет размер 768, и мы решаем задачу бинарной классификации. Окей, что здесь непонятно, ребята? То, что вы сказали последнее. Про CLS-эмбиддинг? То есть вы сказали, что это содержит информацию про предложение? Да, считается, что в CLS-эмбиддинге упакована вся информация, ну, как бы, CLS-эмбиддинг — это имбиддинг целого предложения, все последующие имбиддинги — это имбиддинги слов. Это, как бы, основание так думать. Мы еще не говорили про то, как конкретно обучается Берт. Основание так думать возникает из-за того, что у Берта две, там, две некоторых целевых задачи на моменте обучения. И получается, что одна из этих целевых задач — она использует информацию о всем предложении, поэтому мы можем считать, что CLS-эмбиддинг хранит информацию о всем предложении. Окей? Я просто, короче, немножко запутался. Вот, смотрите, у нас есть предложение, да? Мы его, ну, то есть не в ВПЕ, а в Берта кинзацию применили, да? У нас получились какие-то, грубо говоря, частички слов. Да. Мы подаем первую частичку слов, ну, вначале подаем CLS, потом подаем, ну, типа, что-то у нас выходит, правильно? Нет. Потом мы подаем, или нет, у нас все предложение? Нет, вы говорите сейчас про декодер, а у нас энкодер. Энкодер мы показываем, смотрите, вспоминаем, что такое энкодер. Энкодер — это штука в машинном переводе, которая читает всю входную последовательность. Входная последовательность у нас всегда есть, ну, то есть то, что мы переводим. Эти данные у нас всегда есть целиком. То есть мы можем читать одновременно все предложение. Понятно? Хорошо. Да, да. Последний, во всяком случае. То есть у меня состоит предложение из пяти слов, да? То я подаю пять, и остальные там остаток условно, там, 400, ой, 500, получается, 507. А стоих это у меня будут какие-то токены, которые отвечают за пустоту. Правильно? Да. Все. Хорошо. Ну вот, значит, здесь картинка, которая еще раз иллюстрирует то, о чем мы сейчас с вами говорили, что здесь ярко-голубой вектор — это CLS-эмбединг, это тот вектор, который типа хранит информацию в общем предложении. И светло-голубые эмбединги — это эмбединги для каждого слова по отдельности. Нам в разных задачах важны разные эмбединги. Иногда нам важна информация о каждом слове, иногда нам важна информация только о предложении. И, соответственно, в зависимости от задачи, мы используем либо CLS-эмбединг, либо выходы для каждого слова. Вот здесь как раз нарисован вещь пайплайн того, как с использованием модели BERT мы могли бы обучить классификатор на спам и не спам. То есть мы подаем приложение, забираем эмбединг для CLS-токена, подаем его на полносвязанный слой для классификации, который с помощью Softmax выдает нам вероятности каждого класса. Вы видите здесь, что сейчас темно-серая стрелочка соответствует CLS-эмбедингу, и это единственный выход BERT, который мы используем. 511 выходов, соответственно, пропадают. Давайте теперь поговорим про то, как обучается BERT. Есть ли какие-то вопросы были про использование BERT? Мы еще много об этом будем говорить. Вы увидите много сценариев, как использовать BERT и прочее. Главное, чтобы вот эта общая идея сейчас как-то начала быть вам понятной. Значит, Саша запутался. 512 векторов на выходе. Да, на выходе 512 векторов. И в зависимости от задачи, если мы хотим, например, решить задачу классификации, мы берем только первый вектор, остальные у нас пропадают. Почему не взять все сразу? Значит, объясняю. На вопрос, почему, ответить возможно только экспериментально. Какие у нас есть варианты? Мы можем взять все, например, 512 векторов, их усреднить. Получим тоже какое-то представление входной последовательности. Можем взять по компонентный максимум, например. То есть мы можем из этих 512 векторов каким-то образом получить один вектор. Один вектор нам все равно надо получить, потому что мы хотим каким-то образом классифицировать предложение. То есть нам нужно из этой модели вытащить вектор предложения. Соответственно, расписываем все варианты, которые у нас есть. Взять CLS-эмбейдинг, сделать усреднение, сделать по компонентный максимум. Вот три варианта. Берем три классификатора с тремя разными входами, обучаем их, получаем какое-то качество. Чаще всего качество у CLS-эмбейдинга будет выше. Отсюда возникает идея, что можно использовать CLS-эмбейдинг. Я ответила? Вот. То есть вопрос «почему» имеет чисто экспериментальную проверку всегда. То есть надо спрашивать не «почему», а «как нам показать, что это лучше, чем что-то другое». Вопрос «почему» здесь не совсем понятный, потому что мы не… Ну, по сути, это какой-то для нас черный ящик Берди. Почему там что-то внутри происходит, мы плохо понимаем. Но мы знаем, как проверить свои гипотезы, что вот такое, например, эмбейдинг-предложение будет лучше, чем другое эмбейдинг-предложение. Значит, теперь. Как обучается Берд? Берд, как я уже говорила, это языковая модель. Но не совсем обычная языковая модель, а так называемая маскированная языковая модель. Значит, смотрим сейчас на картинку. Вход у нас состоит из некоторой последовательности слов. Здесь нарисованы слова. Мы понимаем, что на самом деле это не слова об OPE токене должны быть, то есть разделение слов на кусочки. Но нарисованы слова, потому что картинка так выглядит симпатичнее. Значит, мы видим на картинке, там, где написано слово input, там полное последовательность слов. Let's stick to improvisation with this skid. Значит, дальше. Следующим шагом мы случайное слово, 15, точнее, процентов случайных слов заменяем на токен маска. Видите, здесь фиолетовый токен маск сейчас нарисован. Мы сейчас говорим о том, как обучить Берд, то есть как получить те веса в модели, которые потом хорошо будет использовать для целевых задач. Значит, соответственно, мы знаем, какой токен стоял на месте слова маск. И наша задача заключается в том, чтобы научить модель предсказывать правильный токен на этом месте. Соответственно, модель видит всю вот эту последовательность слов. В ней сейчас два управляющих токена. Это CLS и маск. И учится предсказывать правильное слово на месте токена маск. Для этого она использует... Для того, чтобы сделать это предсказание, модель использует тот имбеддинг, который относится к слову маск. Здесь мы замаскировали слово номер 5. Соответственно, имбеддинг, который мы получим на выходе номер 5, мы отправим на полносвязный слой с softmax. И softmax нам предскажет вероятность каждого элемента словаря. Соответственно, нам нужно обучить сеть так, чтобы большую вероятность она предсказывала для слова, которое было на месте замаскированного токена. То есть для слова improvisation. Данные такие с маскированием мы, естественно, получаем совершенно бесплатно. Мы берем в Википедию, случайным образом маскируем разные слова, и на таких данных мы обучаемся. Соответственно, языковые модели, про которые мы говорили с вами до этого, они предсказывали следующее слово. Здесь мы предсказываем слово на месте дырки. То есть раньше у нас были регрессионные языковые модели, здесь у нас маскированная языковая модель. Мы одно слово выкинули, его предсказываем. Опять же, сто лет назад мы с вами говорили про модель Word2Vec, где надо было предсказывать, какое слово будет стоять в центре контекста по словам слева и справа. Помните? Это CBO называлась модель. Вот эта штука очень похожа на CBO, только опять же у нас здесь слева и справа может стоять произвольное количество слов, потому что мы просто маскируем какое-то слово, мы не ограничиваем длину контекста. То есть вот в этой модели, на которую мы сейчас смотрим, собрано очень много всяких приемов, которые были придуманы до этого. Модель трансформер была придумана до этого, маскированные языковые модели фактически были придуманы в Word2Vec. Про softmax я не говорю, но в этой архитектуре собрана вместе лучшие из всех предыдущих исследований. Соответственно, тоже БПЕ-токенизация не в этой работе придумана, но здесь она используется. Есть ли какие-то вопросы? Значит, это была первая задача, которой обучается БЕРТ. Еще у БЕРТ есть вторая задача, она тоже сейчас нарисована на картинке. Эта задача учит модель искать связь между парой предложений. Смотрим теперь тоже на нижнюю часть картинки, там, где написано input. Вы видите, что у нас появилось два сегмента. Они обозначены словами sentence A и sentence B. Они соединены тоже через еще один новый токен, тоже наносящий технический характер. Этот токен называется SEP, сепарата. То есть у нас есть CLS, это начало предложения, SEP, это тот токен, который объединяет два предложения, и еще в конце второго предложения тоже написан SEP. И еще есть токен MASK, который маскирует предложение. Соответственно, мы показываем модели весь вход, и делаем для модели новую дополнительную задачу, которая заключается вот в чем. Мы должны предсказать, в правильном ли порядке стоят предложения A и B. Опять же, если мы взяли Википедию, то мы знаем, в каком порядке записаны там все предложения. Сначала первое, потом записано второе, и потом третье. Соответственно, для обучения модели мы показываем ей пару, например, первое-второе предложение и третье-второе. То есть искусственно меняем местами некоторые предложения. И для правильного порядка предложений модель должна предсказать класс положительный из next, а для неправильного порядка предложений модель должна предсказать отрицательный класс not next. Это обучение вешается на CLS-эмбидинг. То есть эмбидинги слов нужны для маскированной языковой модели, и у них та голова, которая отвечает за маскированную языковую модель, а CLS-эмбидинга решается с помощью CLS-эмбидинга. Мы решаем бинарную задачу классификации, где мы предсказываем в правильном порядке вход записан или в ней правильно. Отсюда как раз и идет интуиция, что смысл всего входа хорошо кодируется CLS-эмбидингом. То есть он как бы специально обучается, чтобы понимать смысл входа, нарушен он или нет. Соответственно, обучается Берт одновременно двум вот этим задачам. Маскированной языковой модели и предсказывать правильный порядок у предложений или нет. Есть ли у вас какие-то вопросы? Саша, ну хоть у вас должны быть вопросы. Не подведите. Ладно, если вопросов нет. Эта картинка из статьи про Берт исходный здесь показывает, что эту модель удобно использовать в совершенно разных задачах. Из тех задач, которые здесь сейчас нарисованы, мы с вами знаем задачи вида Б и задачи вида Д. То есть то, что нарисовано справа. Задача вида Б – это простая задача классификации одного предложения. Например, ССТ-2 – это Stanford Sentiment Rebank 2. Это задача просто классификации эпидональности. Там для предложения надо предсказать, это положительное предложение или отрицательное предложение. КОЛА – это Corpus of Linguistic Assertability, по-моему, или Language Assertability. В общем, там надо предсказать для предложения, содержится ли в нем грамматическая ошибка или нет. Соответственно, как это работает все? Мы показываем модели Берт одно предложение, забираем CLS-эмбейдинг, его отправляем на слой для классификации и получаем предсказание. Задача вида D – это задача изучения именованных сущностей. Она же теггинг-задача, то есть задача теггирования. Здесь задача заключается в том, чтобы каждому токену присвоить какую-то свою метку. Например, токен 1 не является именованной сущностью, поэтому его имбейдинг мы используем для того, чтобы предсказать символ O. Это значит out, то есть неименованная сущность. Второй токен является токеном в начале упоминания человека, поэтому для него мы предсказываем BPR. B от слова begin, а PR – это значит, что человек. В общем, у нас будет специальное занятие про именованные сущности. Я там больше расскажу про то, что такое B и прочее. Но здесь важная идея в чем? Что мы показываем какое-то приложение и для каждого токена получаем свой имбейдинг, а этот имбейдинг мы используем для того, чтобы предсказать метку именованной сущности. Другие два вида задач мы с вами не знаем. Про задачу вида C мы поговорим в следующие разы. Про задачу вида A мы сейчас можем все относительно легко понять. Значит, это задачи классификации пары предложений. Например, что такое задача QQP? Это Quora Question Pairs. Это датасет старого соревнования, который проводила Quora. Может быть, вы кто-то о нем слышали. Quora — это что-то типа Яндекс.Кью, то есть это ресурс, где люди задают вопросы и получают на них ответы. Соответственно, эту самую Quora очень беспокоят, чтобы у них было поменьше дупликатов. То есть им нужно определить, что два предложения, два вопроса означают одно и то же. Соответственно, датасет как устроен? Один вопрос, другой вопрос и метка ноль или один. Значит, ли эти два предложения одно и то же или нет? Так, что нарисовано на картинке? Мы показываем модели вход, который состоит из двух частей. У нас есть CLS-токен, первое предложение, сепаратор и второе предложение. Мы это все кормим в модель. Модель выдает нам CLS-эмбидинг. Этот CLS-эмбидинг мы используем для того, чтобы классифицировать и определить бинарную метку класса. Либо да, либо нет. Значит, эти два предложения одно и то же или нет. Вот, как вы видите, модели получаются супер универсальны. То есть у нас есть разные классы задачи. У нас есть задачи, где два предложения, есть задачи, где одно предложение, есть задачи, где надо тегировать слова. И все это мы можем решать с помощью одной модели. Вот. Есть ли какие-то вопросы? Понятно ли хоть что-то? Ну, хорошо. Раз все понятно, у нас дальше есть какой-то пункт, что мы делаем. Посмотрим на демку. Значит, опять же, у вас в Notion все эти ссылки должны быть. Это демка из библиотеки Allen NLP, которая показывает нам, как работает маскированная языковая модель. Значит, мы выбираем… Ну, здесь можно ввести свое предложение, можно выбрать что-то из заранее подготовленных входов. Значит, выбираем что-то заранее подготовленное, и вы видите, что здесь одно слово заменено на токен маск. Сейчас я нажму run-модель, и модель предложит разные слова, которые могут стоять на месте маски. Соответственно, мы видим, что модель BERT, например, здесь, а здесь внутри BERT, несколько сексистская в том плане, что его пациент и ее пациент предсказываются совершенно разной вероятностью. Это известная проблема всех NLP-моделей, что в них внутри есть те же байсы, которые есть, ну, те же какие-то предубеждения, какие-то баги, которые люди пишут в тех текстах, на которых эта модель обучается. И некоторый сексизм, который свойственен текстам, опубликованным в интернете, он, соответственно, отражается и в этих моделях, потому что они обучались на том, на чем они обучались. Ну, это вот здесь примеры, направленные на то, чтобы показать такую несправедливость в выборе местоимения. можно поупражняться и выбрать какие-нибудь предложения, где три маски. Мы можем делать предсказания для любого количества масок. Здесь вот показано, что может быть на месте первой маски, на месте второй маски и на месте третьей маски. Но, наверное, здесь ничего такого криминального нету. И, значит, видно, что собачки любят есть. Саша, наконец, задает вопрос. Не значит ли разница между his и her в вероятности то, что в датасете таких фраз было больше? Да, значит, конечно. Но это и есть, в принципе, сексизм до какой-то степени, что почему-то больше текстов, где упомянуты его пациенты, чем ее пациенты. Так, наверное, не должно быть. Это не совсем справедливо. В любом случае несправедливо, что модель делает именно такое предсказание, потому что у нее нет никаких априорных знаний о том, какого пола был доктор. Соответственно, почему-то модели предполагают, что доктор был мужчина. Это для некоторой части человечества не очень приятное предположение. Если у нас несколько масок, спрашивает Тимофей, они независимо друг от друга предсказываются или третья маска предсказывается с учетом двух предыдущих? Ну, в теории они предсказываются все одновременно и независимо друг от друга. То есть, если мы сделаем две маски, и это большая очень критика Берда, это хорошо, что вы на это обращаете внимание, если мы сделаем две маски, модель может сделать предсказания, которые будут не сочетаться друг с другом. То есть, мы можем получить какую-то чушь. Например, я просто пытаюсь понять, есть ли здесь какой-нибудь такой пример. Наверное, если прочитать внимательно, то именно здесь это и показывают. Но поскольку предсказания независимые, вполне может получиться, что они будут рассогласованы друг с другом. и никакого дополнительного штрафа модель за это не получит. Это тоже одна из проблем, которые есть у моделей такого класса. Вот, значит, есть ли еще какие-то вопросы? Как борются с этим сексизмом? Просто балансировать количество предложений по полу? Там целая есть наука, как бороться с байсами внутри моделей. Вот, я ее не очень хорошо знаю, но вообще считается, что в любом курсе по MLP должна быть лекция по дебайсингу и удалению этических байсов из моделей. Поэтому готовьтесь, наверное, в конце, где-то в середине декабря, в конце курса. Мы обязательно об этом поговорим, потому что это важная тема. То есть, давайте мы этот вопрос отложим. Я начитаю с всякого, мне тоже интересно. И мы об этом попозже поговорим, потому что сексизм – это не единственная проблема. Там есть еще и байсы в сторону разных рас, представителей других разных меньшинств, ну и вообще всякая прелесть. Так, значит, что? Какие-то модели матеряции, чат-бот в банке был. Но это другие модели, это модели, которые генерируют. У нас пока модели, которые понимают текст. Значит, ой, Тимофей задал вопрос, который просто вот ранит меня. Есть ли какие-то исследования в сторону того, какой слой в Бертизе, какой часть языка отвечает? Ранит это меня, потому что мне очень нравится вся эта тематика. Может, Тимофей просто знает даже об этом. Мы даже вот, сколько, три или четыре статьи уже тоже сами написали с ребятами на эту тему. Я тоже об этом обязательно расскажу. Но когда… Ну, об этом вот я реально могу говорить бесконечно. Да, есть такие исследования, их очень много. Есть простой ответ какой, что в языке есть разные слои, разные уровни, и как бы слои Берта хорошо коррелированы с этими уровнями. Чем ниже мы находимся в модели, тем более низкоуровневые феномены модели понимают. То есть, условно говоря, внизу в узлу живет морфология, чуть выше живет синтаксис, и чуть выше живет смысл. Что значит, что живет что-то? Мы можем с разного слоя забрать разные репрезентации, разные бейзинги, и посмотреть, насколько хорошо они решают какую-то задачу, связанную, например, с синтаксисом. И мы видим, когда мы берем вектора с разных слоев, что качество, например, решения синтаксических задач максимальное в районе седьмого-восьмого слоя. Ниже в модели качество ниже, выше в модели тоже качество ниже. То есть, отсюда мы делаем вывод, что понимание синтаксиса живет примерно в седьмом-восьмом слое. Более того, например, для английского синтаксиса нужно существенно меньше слоев, чем для русского синтаксиса. В модели, которые... Ну, вот, понеслось. Меня уже нельзя остановить. В моделях для русского языка, например, больше слоев отвечает за синтаксис, синтаксис, потому что у нас свободный порядок слов. Для чего это нужно? Это чисто интерес исследователей к прекрасному, для того, чтобы знать, что живет внутри модели и чем мы на самом деле пользуемся. Я не знаю такой практики, чтобы замораживали на основании этих представлений какие-то отдельные слои, но мы лучше понимаем, с какими моделями мы работаем, когда мы понимаем, как они понимают язык. Вот, то есть это нужно для того, чтобы не работать с черным ящиком, а понимать, что живет внутри черного ящика. Там не... Нет, Саша спрашивает, можем ли мы понять, что на пятом слое живет сексист, а на шестом расист, это я немножко переделываю вопрос, и что на него можно напасть. Там на самом деле не так. Вот, сексизм и расизм, это не языковые явления, это уже смысл слов, которыми их наделяет человек. Языковые явления, это все-таки синтаксис и морфология, и они лучше выражаются в модели именно по слоям. Вот, то есть это разница между... Есть разница между синтаксисом и морфологией и смыслом слов. И тем более оскорбительным смыслом слов. Так, нам, по всей видимости, пора заканчивать. В Notion вы найдете еще много разных ссылок на всякое. Мы все равно будем говорить про Берты еще и Бертоиды и прочее, наверное, там... Ну, в общем, с сегодняшнего дня и до завершения курса, поэтому мы все успеем посмотреть. Я напоследок скажу, что, значит, Берт, еще раз, завершающий это дело, это, в принципе, знакомая нам уже идея, это тоже модель дистрибутивной симатички как Word2Vec, то есть это модель, где мы каждому слову в соответствии ставим вектор. В Word2Vec мы ставили в соответствии слову фиксированный вектор. Здесь у нас вектор будет каждый раз разный. То есть если мы, например, покажем вот эту замечательную модель Берк, предложение, где есть слова замок и замок, то есть многозначные слова, мы получим для слова замок и замок какие-то имбеддинги. Но если в Word2Vec это был один вектор, то здесь это будут разные векторы. Их будет два разных. Более того, если мы покажем 100 употреблений слова замок и 100 употреблений слова замок, мы получим 200 разных векторов, которые, если мы нарисуем на плоскости, будут формировать два кластера. Один для замков, другой для замков. То есть это модели, которые, модели векторного представления слова и предложения, которые понимают контекст. Вот. Вам тоже на семинарах покажут примеры этих визуализаций или я в какой-то момент покажу. Но, в общем, принципиально эта штука похожа на Word2Vec, отличие в том, что она понимает контекст. С точки зрения email здесь еще то, что нам уже знакомо, это трансформеры и две задачи, которые, одна из которых это Mask Language Module.